Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. Сегодня я вам расскажу о том, что произошло в Нижегородской области впервые. Впервые в Нижегородской деревне прошла полномасштабная, полноценная военно-историческая реконструкция, посвященная Дню Великой Победы. И впервые же в Нижегородской области установлен рекорд мира в сельском хозяйстве. Ну вот, пожалуй, с рекорда мира и начнем. Более 300 гектаров сахарной свеклы за одни сутки одним агрегатом посеяли в Гагинском районе. Это превосходит все предыдущие результаты в разы. Рекорд мира о том, как это происходило в нашем первом репортаже. Нижегородская область – самый северный регион России, где выращивают сахарную свеклу. Эта сельскохозяйственная культура очень требовательна и к почве, предпочитает нижегородские черноземы, и к питанию, без удобрений свекла не растет, и к погодным условиям любит влагу и тепло. При этом созревает свекла к середине сентября, а то и в октябре. В регионе в это время начинается сезон дождей. На полях грязь непролазная, так что в особо ненастные годы свеклу с полей вывозят по морозу. В общем, культура сложная для возделывания, но при этом довольно рентабельная. Выращивать ее, несмотря на все проблемы, выгодно. К тому же Сергачский сахарный завод, первоначально рассчитанный на переработку 350 тысяч тонн сладких корнеплодов, сейчас модернизируется и постоянно увеличивает объемы переработки. В этом году планируют около 400 тысяч тонн переработать, но для этого нужно засеять свеклой 15 тысяч гектаров. И тут возникает еще одна проблема – сельскохозяйственная техника. Для возделывания сахарной свеклы она полностью вся своя, начиная от сейлки и заканчивая комбайном. Сейлки здесь используются точного высева. Семена здесь должны быть заделаны на глубину 3 сантиметра. Между семенами расстояние должно быть точно 18 сантиметров. Будет меньше – корнеплоды будут угнетать друг друга и полностью не разовьются. Будет больше – количество корнеплодов уменьшится, и значит урожайность упадет. В общем, точность должна быть как в аптеке. А потому существующие до сегодняшнего времени свекольные сейлки имели очень низкую производительность. Скорость их движения по полю – 8-10 километров в час. Ну, что такое 8 километров в час? Это ходьба быстрым шагом. Потому и сев сахарной свеклы растягивался на несколько недель. В день одной такой сейлкой засевали 20-30 гектаров. 25 гектаров. То есть на маленьких сейлках-монопилах. 25 гектаров. Мечта любого руководителя сельхозпредприятия – закончить весенний сев за неделю. В конце апреля, начале мая всегда есть недели теплой солнечной погоды. После чего начинаются дожди. Успел за эту неделю посеять – гарантированно будешь с урожаем. Не успел – все. Из-за дождей посевная растянется на неопределенный срок. Ну, хорошо, если погода благоприятная. А вдруг дожди на месяц? Вообще хотим укладываться со сроком сева в 10-дневный срок. Чтобы за 10 дней сахарная свекла у нас была посеяна. Видите, а в этот год вообще засуха стоит. Сейчас пока еще влага в земле есть. Ни одного дождя нет. И вообще пыль стоит даже. Сейчас мы семена во влажную почву кладем. И у нас она быстрее сейчас взойдет, быстрее созреет. Мы будем, например, ее копать там не конец сентября, а может быть в этот год, как говорят, начнем копать в начале сентября. Это важно, да? Очень важно, потому что у нас осенью бывают очень сырые, грязные, с вывозкой, очень тяжело. Агрофирма «Нижегородская» – крупнейший производитель сахарной свеклы в регионе. 11 тысяч гектаров запланировано у них под эту культуру. И на все про все 10 дней. В сельском хозяйстве любой сев – это сев, который должен вложиться в агротехнические сроки. То есть пока земля влажная и уже теплая. Соответственно, такие большие объемы мы должны посеять в кратчайшие сроки – это 10 суток. А для этого нужны высокопроизводительные, естественно, сейлки. О высокопроизводительных сейлках руководитель агрофирмы «Нижегородская» заговорил не случайно. Чтобы за 10 дней посеять 11 тысяч гектаров старых сейлок, которыми раньше сеяли, надо 450 штук. А это еще и 450 тракторов, 450 механизаторов, сотни погрузчиков. Работников только около тысячи человек надо. В общем, нереально было. До сегодняшнего дня. Сейлка «Темпо Р-18» шведской компании «Вадерштадт» ломает все привычные подходы в севе сахарной свеклы. Она сеет свеклу при скорости до 25 км в час. Одной загрузки семян хватает на 9 часов работы. Это сейлка, которая, как мы считаем, произведет очередной переворот, как у нас уже получалось в нашей компании делать новые технологические подходы к земледелию. Данная сейлка сеет, как мы считаем, в 2-3 раза быстрее и в 2-3 раза качественнее, чем все конкуренты. В других сейлках семечка присасывается к высевающему диску за счет вакуума. В нужный момент вакуум отключается, и семечка под своим весом падает в семенной ложе. Если сейлка будет двигаться по полю очень быстро, то семечка не успеет вовремя упасть. Будут пропуски. В сейлке «Вадерштадт» создается не вакуум, а повышенное давление. Оно прижимает семечка к высевающему диску, а в нужный момент выстреливает семенем, как из пневматической винтовки. И семечка даже при очень высокой скорости сейлки мгновенно занимает свое место в борозде. Эта технология и позволила увеличить в разы скорость сева. Наша сейлка – это как скальпель хирурга, который точно разрезает, точно делает надрез, точно укладывает семена в вот эту вот разрезанную почву, и потом все это аккуратно, так сказать, зашивает. То есть здесь действительно хирургическая точность в работе. Обратите внимание, механизатор не управляет трактором. Машина идет по полю в автоматическом режиме. Механизатор только следит за параметрами работы трактора и сейлки. Показатели по каждому высевающему аппарату, то есть все 18 штук, можно посмотреть также статистику за сутки, за два часа, за любое короткое время, либо длинные. Статистика все высвечивает, все в процентах. То есть как отработала та или иная секция. Перед началом работы сейлка программируется с планшета по Wi-Fi, после чего через специальное приложение GD-Link от компании John Deere вся информация о севе и параметрах работы трактора и сейлки в режиме онлайн передается на компьютер, планшет или телефон инженеру, агроному, руководителю хозяйства. Навигационная система трактора одновременно принимает сигнал от 128 спутников. Благодаря этому отклонение от заранее заложенного маршрута не превышает 2,5 сантиметра. При управлении трактором механизатором такой точности добиться просто невозможно. Также без системы навигации GD-Link невозможно сеять ночью, поскольку механизатору просто не видно границу засеянного участка. Что вот эта сейлка и что раньше у нас были, ну большое отличие. В чем? Ну и за счет скорости, что она ездит, ну и точность сева, самое главное, что влияет на урожай, вот на это все. Ну, отличается. Мы посчитали и пришли к выводу, что применение такой сейлки в технологии агрофирмы Нижегородской, агрофирмы Весна, позволит им увеличить производительность их труда в 2-2,5 раза. И мы хотим просто на деле это проверить и доказать. Но хотим произвести не просто скоростной сев, но качественный сев в первую очередь. В 2018 году в Венгрии эта сейлка установила мировой рекорд посеву кукурузы. За сутки было засеяно 506 гектаров. Спустя год в Нижегородской области решили установить мировой рекорд посеву сахарной свеклы. По расчетам в условиях Нижегородской области, учитывая рельеф местности, особенности почвы, сложную конфигурацию полей, за сутки этой сейлкой можно засеять 300 гектаров свеклы. Действительно, рекорд, если учесть те 20-25 гектаров на старых сейлках. Но это в теории. На практике пока никто официально такие результаты не фиксировал. Данных даже у нашей шведской компании головной нет. Просто никто не изменял, сколько можно посеять свеклы. Считается, что как бы раньше, что, наверное, 100 гектаров это просто замечательно было. А мы хотим зайти утроить данный результат, посмотрим, что получится. Весной 2018 года агрофирма Нижегородская посеяла около 200 гектаров за сутки этой самой сейлкой. Причем без предварительной подготовки. После чего наш региональный представитель компании-производителя этих сейлок и задумался об официальном рекорде. Ведь если даже без подготовки получилось 200 гектар за сутки засеять, то сколько же при должной подготовке можно сделать? Подобрали подходящее поле, что в условиях Нижегородской области довольно непросто сделать. Не так много у нас в регионе полей площадью более 400 гектаров. Нужно было привезти машины, нужно было подготовить их соответствующим образом. Договориться с компанией, которая будет поставлять семена, чтобы был качественный посевной материал. Чтобы подготовили поле. Клиент подготовил поле для нас хорошее, выбрал специально. Выделил массу техники, которая смогла его, это поле хорошо разделать, качественно выровнять. Специалисты по компьютерным технологиям и навигации рассчитали маршрут, места разворота, загрузки. В штате нашей компании есть специалист, специалист по цифровым решениям. То есть это человек, который отвечает за навигацию, за картирование, за картографию, за работу с данными, полученными в процессе, обмера полей. То есть этот человек может и он это делает, подсказывает, советует, проводит работу как раз с данными, геоданными по полям. Здесь у нас механизатор за смену должен будет сделать 160-170 разворотов, мы посчитали. То есть это на разворотах самое большое время как раз и тратится. Около 20 секунд он теряет. По нашим расчетам будет три остановки на загрузку. Мы используем в этом труд наших сотрудников. То есть у нас организована посменная загрузка. Несколько человек подготовят к семенам к погрузке. И машины останавливаются, производится заправка, смена механизатора и загрузка бункеров. Вот это поле площадью 450 гектаров и предстоит засеять. До старта остались считанные секунды. Три, два, один, начали. На часах 11.30. Время загрузки семян – это самые длительные и простые техники. Потому все делают максимально быстро. Кстати, обратите внимание на семена. Они так называемые дрожжированные. Семечка покрыта специальной оболочкой. Она защищает семена от гнилей и вредителей. А также там есть микроэлементы, дающие дополнительное питание растению в первые дни развития. Команду, которая сегодня работает на рекорд, вполне можно назвать международной. Семена произведены во Франции. Дрожжирование – в Дании. На загрузке селки работают и представители шведской компании-производителя, и их нижегородский представитель. Техника, механизаторы, поля – это агрофирмы Нижегородская. Контроль за качеством ведут сразу несколько организаций, в том числе и Нижегородский НИИ сельского хозяйства. Тут важно количество семян на двух метрах. Кстати, о качестве сева. Это, пожалуй, самое главное. Ведь на самом деле рекорд установить несложно. Гоняй по полю, как угорелый, и посеешь максимальную площадь. А можно вообще с самолета семена по полю разбросать. Но мы же говорили в самом начале о ювелирной точности при севе сахарной свеклы. Вот именно эту точность и проверяют специалисты. Специальными лопаточками раскапывают борозду, замеряют расстояние между семенами, на какую глубину они заделаны. При малейших отклонениях дают команду механизатору снизить скорость. Рекорд – это, конечно, важно, но качество важнее. Мы замеряем межсеменное расстояние, количество семян на метре и замеряем глубину залегания семян. То есть отклонение по глубине, вот при наших замерах, то, что мы увидели, это плюс-минус 0,5 сантиметра. Отклонение по межсемянному расстоянию составило, ну, при такой скорости довольно-таки хорошие данные получились от 1 сантиметра до 1,5. Мы хотим понять действительно технологию работы этой селки, загрузку и, может быть, совместно, вместе мы придем к каким-то решениям, которые позволят ускорить и настройку машины, и настройку селки, и загрузку семян, загрузку бункеров, заправку машины и увеличить посменную производительность и сев, величины сева свеклы в этом хозяйстве. А между тем, первый десяток гектаров позади, и уже появилась проблема. Вот отсюда сверху хорошо видно, что трактор идет под углом к направлению предыдущей обработки поля. При старой технологии на скорости 10 км в час это практически ни на что не влияло. При 25 км в час трактор и сейлка на развальных бороздах поля заметно подпрыгивают. Скорость пришлось снизить до 20, и первый вывод. Этой сейлкой лучше работать вдоль предварительной обработки поля, а не поперек. Либо поле к севу нужно готовить более тщательно. А между тем солнце скрылось за горизонтом. Наступили сумерки. Спустя 9 часов после старта пришло время второй загрузки. Вот сюда еще две можно высыпать. Дим, сыпь сюда. Дим, сюда давай. Сюда. Вот сюда. Пока основная команда спешно затаривает сейлку семенами, инженерная служба проверяет все датчики и бортовые компьютеры. Ну, вроде все в норме. Лишь один раз за 9 часов сработал сигнал предупреждения. В один из высевающих аппаратов попал пучок соломы, оставшийся на поле с прошлого года. Механизатор устранил это за несколько секунд. Ну, и первый промежуточный результат пока радует. На момент второй загрузки у нас было посеяно 160 гектар. В общем-то, мы уже понимали, что мы, скорее всего, сделаем такой рекорд, на который мы хотели выйти. Это 300 гектар за 24 часа. Кстати, в этом рекордном суточном севе участвуют посменно два механизатора. Меняются каждые 6 часов. Ну, вот сейлка загружена, все узлы и агрегаты проверены. Трактор пошел в поле. На улице уже ночь. Команда отправляется на отдых прямо здесь, на краю поля. Следующая загрузка намечена на раннее утро. В 4.30 утра вся команда уже на краю поля. Готовится к очередной, последней загрузке сейлки. За ночь никаких проблем не возникло. На бортовом компьютере уже 256 засеянных гектаров. Думаю, 300 мы должны выйти. Вот, может и больше. Все, последняя загрузка закончена. Теперь остается только ждать. И вот 11.29. До финиша остались считанные секунды. Пять, четыре, три, два, один. Все. Остановился. Так. 338,6 гектаров. Вот этот, чуть более темный треугольный клин позади трактора, оставшийся незасеянным участок поля. Все остальное поле засеяно сахарной свеклой. За сутки 338 гектаров. У нас все получилось. Получилось даже лучше, чем мы планировали. Сейлка отлично показала себя в работе. Семена заделывают назадную глубину, выдерживают расстояние между семенами. А по производительности, ну, превзошла все наши самые смелые ожидания. Закончили мы суточный сев на результате 338,6 гектара. Сев прошел штат, но никаких проблем у нас не было. В данный момент у нас происходит заполнение протоколов с результатами замеров. Протоколы об установлении мирового рекорда подписаны, но это лишь первая часть большой работы. Сейчас все организации, принимавшие участие в этом мероприятии, будут постоянными гостями на этом поле. До самой уборки будут контролировать развитие растений. Буквально через две недели мы увидим уже всходы. Соответственно, мы сможем сосчитать, посчитать равномерность всходов, дружность всходов. А это и есть, если все это будет правильно и технологически верно сделано, то это и есть залог успеха больших урожаев. По появлению всходов через месяц, потом еще через один месяц, мы будем опять здесь, проверим качество входов, проверим расстояние между растениями. Это поле будем вести до самого получения урожая. Будет понятно, как эти поли будут убирать комбайн. И вот именно когда уже комбайн наберет, и когда, так сказать, мы получим с этого поля сахар, вот тогда будет понятно, каков результат. Вообще то, что происходит сегодня на нижегородских и на российских полях, вполне можно назвать аграрной технической революцией. Буквально за 20 лет здесь все кардинально изменилось. На село пришли технологии, о которых пару десятков лет назад и слыхом не слыхивали. Даже из курса истории мы знаем о том, что вся революция, она всегда происходила в сельском хозяйстве. После этого революции случались в других отраслях. Горожане, наверное, этого не знают и даже, собственно говоря, об этом не задумываются. Но действительно сейчас получается так, что уже не тракторист, не механизатор сидит за штурвалом, а оператор, пилот трактора. И то, о чем мы говорили там 15 лет назад, то есть действительно случилась там в прямом смысле технологическая революция. Трактора фактически в полуавтоматическом режиме ездят по полю. Используются беспилотные средства. И, собственно говоря, наверное, лет через пять мы увидим вообще совершенно другую картину. И вполне возможно, что оператор будет стоять здесь. И даже та селка, которая сейчас сеется, то есть она спокойно программируется с обычного планшета. Это ли не революция? Техническая революция в сельском хозяйстве – это жизненная необходимость. За последние 15 лет количество работающих в сельхозпроизводстве Нижегородской области снизилось в два раза. И сегодня без технического перевооружения, без современных технологий просто невозможно сохранить объемы производства сельскохозяйственной продукции. А уж тем более их увеличить. Ну, осталось сделать, наверное, еще один самый главный рывок, чтобы технологии были наши, техника была наша. И посевной материал был наш. То есть для этого предстоит большая работа именно на государственном уровне. Это не только областной уровень, это уровень государственный. Сразу после рекламы мы с вами отправимся в бой. Боевые действия происходили в одном из сел Нижегородской области. Не переключайтесь, реклама закончится быстро. Продолжаем программу. Когда мне говорят, что село вымирает, я, в пример, привожу село Семьяново, Воротынского района, оно не просто не вымирает, а живет полноценной, интересной жизнью. 9 мая стало очередным тому подтверждением. В селе Семьяны военное положение. На въезде блокпосты, по селу вооруженные военные ходят. Такое и в городе нечасто встретишь, не то что в селе. Историческая реконструкция одного из боев Великой Отечественной привлекла в Семьяны весь район. Полсотни участников, около тысячи зрителей. Участвовали все наши сотрудники отдела культуры, спорта и туризма. Плюс из ФОКа все тренеры. Они у меня ездили на ЗИСУ, тренировались пушку отцеплять. Бегали мы в атаку. На роль солдат вермахта пригласили профессионалов из Нижегородского отделения военно-исторических клубов. Форма, экипировка, все подлинное. Даже мотоцикл времен войны, 42-го года выпуска. Ну, где сельский житель вживую такое увидит? На одну только фотосессию с местными жителями у реконструкторов больше часа ушло. В данный момент в этой реконструкции мы представляли, конкретно я во главе подразделения нашего ВИКа, который входит в это объединение. ВИК-19, пехотный полк 7-й баварской дивизии вермахта. И грянул бой. Разведка не подвела. Под вражеским огнем, перерезав колючую проволоку, освободила проход основной атакующей группе. Помогли и партизаны, взяв часть немецких солдат в плен. И вот основная атака. Русские, как всегда, победили. Для села такие масштабные мероприятия – огромное событие. О нем еще много будут говорить, вспоминать. Для школьников это наглядный урок истории и патриотизма. Изначально все это делали для детей. Четыре автобуса детей специально привозили, чтобы им все показать, чтобы они вот это все видели. У организаторов этой исторической реконструкции есть и еще одна цель. Несколько лет назад в селе заложили парк боевой и трудовой славы – 6,5 гектаров. Вот как раз в этом парке и развернулся этот исторический бой. Мы стараемся как бы, во-первых, привести в порядок этот парк, добавить сюда техники. Вот эта реконструкция, мы ее не будем убирать ни в коем случае, чтобы жители наши помнили о тех, кто погиб. Почему в селе, спросит кто-то, а не в райцентре все это организовали? В районе и народа побольше живет, значит и зрителей больше. Да все просто. Мероприятие это не дешевое, а в семьянах все расходы взяло на себя местное сельхозпредприятие. Одной только формой 40 комплектов купили. По окончании всех желающих еще и кашей накормили, и концерт организовали. По фронтовому. ЗИС-5, ставший импровизированной сценой для артистов, тоже выпущен в годы войны. Кстати, на ходу. Каждый год на сельский парад Победы выезжают. 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 Верной пули жду я, только верной пули жду, Чтобы утарик печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, Навстречу пулям полечу, на вороном своем коне, Навстречу пулям полечу, на вороном своем коне. Но видно, смерть не для меня, но видно, смерть не для меня, И снова, коль мой вороной, меня выносит из огня. И снова, коль мой вороной, меня выносит из огня. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, Там каждый думал о своей, любимой или о жене. Там каждый думал о своей, любимой или о жене. Друзья, еще раз всех с праздником, с Днем Великой Победы. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой, деревенской жизни. Беспрекрас. Увидимся. Всего вам доброго.